Те, кто уже приготовился отдать деньги за то, чтобы увидеть собственными глазами спортивные игры в Сочи в 2014 году, не торопитесь. Сейчас действительно в интернете множество предложений и услуг, касающихся распространения билетов на зимнюю Олимпиаду. Но доверять таким сайтам нельзя. Их официальная продажа начнется только с февраля 2013 года. Немецкая компания «Эвитим» получила эксклюзивные права на распространение билетов как в России, так и по всему миру. Сколько будет стоить посещение олимпийских соревнований, пока неизвестно. Но, например, на последних зимних играх в Ванкувере посетители спортивных зрелищ потратили от 25 до 1100 долларов. На прошедшей в августе Олимпиаде в Лондоне цена билета варьировалась от 20 до более чем 2000 фунтов стерлингов. Продажа билетов только через уполномоченного оператора будет закреплена в федеральном законе о проведении Олимпиады. Те, кто решил приступить к закону, будут наказаны рублем. Физические лица внесут в госказну сумму в 5-10 размеров стоимости билета, а юридические – от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. И все же желающих заработать, прибегая к подобным махинациям, хватает. А вот хватает ли тех, кто хочет отправиться в Сочи, мы спросили у славянцев, собираются ли они посетить 22-е Олимпийские игры. Конечно же, очень хотела бы. Очень хотела бы. И как болельщик, и просто как, как говорится, свидетель событий, которые для нашей страны имеют огромное значение. На Олимпиаду 2014 года, которая будет проводиться зимняя Олимпиада в Сочи, я хотел бы, очень хотел бы попасть. И думаю, что к тому времени деньги накопятся, и я с большой радостью попаду на эту Олимпиаду. Ну, я хочу поехать на Олимпиаду в Сочи 2014. Ну, там весело как бы. На спортсменов там посмотреть, опыта набраться. Очень интересно хоть раз в жизни побывать на Олимпиаде. То, что мы смотрим по телевизору – это одно, а по-настоящему видеть – это вообще другое.